День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Нависшая угроза. Бетонную плиту в квартире дома по улице Зубковой заменили на железный лист. Жители недовольны. Готовь реагенты осенью. Дирекция благоустройства города к первому снегу обещает подойти во всеоружии. Почти по Шекспиру. Преступ ревности обошелся рязанцу в несколько лет колонии. Весной этого года в жилом доме на улице Зубковой произошло обрушение крыши. На технический этаж упала бетонная плита. Сейчас идет завершающий этап ремонтных работ, однако жильцам он не нравится. Они предполагают, что подрядчиками допущена масса нарушений. Весной этого года мы снимали репортаж о доме номер 25, корпус 3 на улице Зубковой, где обвалилась бетонная плита крыши. Тогда жильцы много говорили о причинах разрушения. Одна из них – это планомерный перекос стен дома в сторону улицы, в результате чего бетонные плиты здесь, дескать, регулярно гуляют, провисают и падают. Люди хотят капитальный ремонт кровли, однако пока что восстанавливают технический этаж. Почему нам крышу до 128 года не хотят перекрывать? Почему? Когда течет, 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 течет. Почему? А у вас сейчас что в квартире? Да у меня там стена протекла. Они мне сделали. Восьмой этаж залило, он ушел на работу, его нет. Тем временем кровля по-прежнему течет. По словам жильцов, не залатав в ней дыры, обустраивать технический этаж – идея бесполезная. Но кровлю управляющая компания латать отказывается, ссылаясь на ее аварийное состояние. Она говорит, мы не можем рисковать людьми. Я говорю, а нами, жильцами, рисковать можно, получается. То есть мы в таком состоянии живем. Сейчас происходит такое, что вот плита сделана и происходят протечки, видимо, как-то там, я не знаю, вот сюда, в этой стороне, в этой стене. И протекло вот в соседней квартире 62, потому что стена отклонилась под градусом и это оторвало рубероид. Как говорят жильцы, после обрушения управляющая компания передала ремонт кровли и технического этажа в руки подрядчикам. При этом поставив жителям условие собрать 5% от стоимости работ для выделения субсидий в размере 6 миллионов рублей. Для этого необходимо было собрать подписи жильцов и деньги. Люди оказались против. Но что интересно, подписи начали появляться даже от тех жильцов, которые отсутствовали в городе. Даже не набрав двух третей голосов от общего числа собственников, 10 251 у нас квадратный метр, не набрав, они все это протащили, значит, в жилой инспекцию сдали, знакомилась я с протоколом. В протоколе уже обнаружила и подделки, и как бы видела и подделки подписей. Значит, я обращался и в прокуратуру, в администрацию, в ГЖИ. Все мне говорят, если вы откажетесь, вам не выделят субсидию. Значит, дом ваш будет разрушаться. По решению этого, вот, ответа с ГЖИ, стало понятно, что они сначала соберут деньги, а затем будут ходатайствовать о возвращении этих денег к населению. Это просто развод. Ремонт все-таки стартовал, но у жильцов много вопросов, касающихся договоров, заключенных с подрядчиком. Там не стоят даже даты подписания документов. Договора, которые, да, нам представили, так сказать, договора, фельдкинограмоты, чтобы они были правильно оформлены, даты, сроки исполнения, подписи обоюдные подрядчика и управляющей компании. И они нам, значит, все это провели в отсутствии постановления администрации о выделении субсидий. То есть они нам, как бы, опирались на вот это постановление от 2020 года. В 2021 году это постановление, оно вышло где-то к 20-м числам после середины сентября, но деньги управляющая компания не получила, потому что проводят прокуратура проверку на коррупционную составляющую всех документов. Граждане уверены, вместо профильного листа, который поддерживается деревянными палками, должна находиться другая конструкция. А плиты, у вас есть там этот план, они должны держать вот эти вот плиты перекрытия в пределах 600-700 кН на метр квадратный. Жестенка выдержит это? Она даже снег не выдержит. Жители также считают, что и ремонт технического этажа происходит с нарушением плана. Сейчас идет завершающая стадия – штукатурка стен. При этом бетоном заделывают даже электропровода. По локальной смете идет порядок, как должны производиться работы. Начинается с установления металлических конструкций, балок, рам пролетных. То есть позиций много. Они начали с 22-й позиции, которая уже близка к завершению. То есть это завершающий этап, так сказать. Больше ничего там не сделано. Там прокладывается сетка по стенам, причем не заполняя герметиком щели и трещины. Я поговорила с подрядчиком. Я говорю, сколько вы будете еще работать? Ну, неделю, наверное. То есть, получается, говорю, как же? Вы вот это замажете и все. А денег нету. Денег мне не выделили. Главный инженер управляющей организации Надежда Антипова пояснила, что денег на ремонт действительно нет. Подрядчик уже вложил в работу свои 2 миллиона рублей. Они сейчас выполняют то, что можно сделать мелкую работу, которая не стоит больших затрат. Чтобы потом на это не тратить время. А когда они начнут перечислить денежные средства, они тогда начнут закупать материал, потому что денег у них на материал больше нет. А когда это произойдет? То есть закупать металл пока нет. Однако оказать свою помощь в ремонте кровли управляющая компания РМПМК номер 3 все же пообещала. Впрочем, жители дома готовы обращаться в другие инстанции, вплоть до судебных. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». До 15 октября весь автотранспорт дирекции благоустройства Рязани переведут на зимний режим. Большая часть автотехники уже в строю. Как идет подготовка, расскажем далее. До календарной зимы еще 2 месяца. А в дирекции благоустройства уже кипит работа. Идет расконсервация спецтехники, которую используют зимой для уборки городских улиц. Также переоборудуют комбинированные дорожные машины. Например, этот самосвал на базе КамАЗа будет обрабатывать городские улицы. Мы сейчас наблюдали тот момент, когда в кузов заводится специальное устройство для того, чтобы разбрасывать песко-соляную смесь. Соответственно, она идет уже подготовлена, смочена определенным раствором. Для того, чтобы этот раствор потом ложился на поверхность наледи, снега. Какое-то время идет реакция, после этого идут уже машины другого вида с щетками, делают подмет. Соответственно, дорога становится после этого уже чистой. Для обработки проезжей части, посыпки тротуаров и остановок общественного транспорта используют песко-соляную смесь. Ее дирекция благоустройства закупает заранее, и стратегический запас уже создан. Есть в этом сезоне новшества. Рассматривается вопрос закупки техники для уборки пешеходных зон. В этом году мы планируем именно новые технологии, это именно применение реагентов. Для этого нужно специальное оборудование, соответствующие другие машины, которые могут это производить. И мы сейчас именно изучаем эту технологию, этот процесс. Глава города поручила дирекции благоустройства подготовить зимнюю технику в срок до 15 октября. Возможно, снег выпадет позже. Но коммунальщики должны быть готовы к любым капризам погоды. Машины не только переоборудуют, также проверят работу способность, покрасят, чтобы в любой момент они были готовы выйти на уборку городских улиц. Герман Гущин, Станислав Кудрышов, телекомпания «Город». Самая настоящая шекспировская трагедия разыгралась в деревне Шахманово Рязанской области. Минутное помутнение из ревности к жене привело рязанца на скамью подсудимых. История не хуже шекспировского отелла развернулась в рязанской деревне Шахманово. Любовные страсти разгорелись на одном из деревенских участков. Два соседа, давние приятели, решили культурно провести вечер. Собрались, так сказать, за праздничным столом и начали выпивать. И в дом вошла жена хозяина участка, которая изменила ход вечера. Гость начал проявлять к жене нашего обвиняемого знаки внимания, что не понравилось хозяину дома. В связи с тем, на почве ревности и возникших личных неблизных отношений, тот взял трубу и нанес несколько ударов по голове потерпевшего. Десятки реальных минут уложились в секундное предложение. Теперь есть фотография с проверкой показаний на месте, где обвиняемый рассказывает и показывает, как шла драка, откуда он взял металлическую трубу и сколько раз ударил соседа по голове. После преступления, однако, мужчина осознал, что натворил. Вот он переворачивает потерпевшего и пытается ему помочь. Даже скорую вызвал. Однако спасти его оппонента уже было нельзя. В ходе предварительного следствия наш обвиняемый в вину полностью признал. Также нами было арестовано его имущество для возмещения морального вреда потерпевшим. Как итог, по части 1 статьи 105 мужчина получил 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. А ведь можно было просто выгнать такого соседа из своего дома. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязанской области стартовала неделя безопасности, посвященная особому вниманию за детьми на дорогах. Задача акции ГИБДД – привлечь внимание широкой общественности к профилактике и снижению аварийности с участием несовершеннолетних. Это Петя, командир отряда ЮИД. Зеленая зона. Может быть, поэтому он такой строгий. А это любимая улица Дачная, на которой находится наша школа. Именно этой осенью в нашем учреждении и началась вся эта заворова. А это видео, которое подготовила 40-я школа к неделе безопасности. ЮИДовцы и юные инспекторы дорожного движения снимали социальные ролики на тему соблюдения ПДД. Этот ролик о том, как правильно переходить дорогу. И есть еще песня, призывающая взять своего ребенка за запястье на пешеходнике. На сегодняшний день на территории Рязанской области зарегистрировано 135 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Основная цель всех взрослых – свести этот показатель к нулю. Мероприятий много. За одну неделю школьников ждут флешмобы, конкурсы, викторины и многое другое. Участвуют и родители. В один из дней пройдет Всероссийский родительский всеобыч. В нем также примут участие педагоги и сотрудники госавтоинспекции всех муниципальных образований Рязанской области. Сегодня в рамках Всероссийской недели безопасности для учеников школы номер 36 города Рязани было организовано совместное мероприятие сотрудников юридического отдела МВД России по Рязанской области, госавтоинспекции, военной полиции и представителей Министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области. Детям рассказали о требованиях законодательства и о необходимости их соблюдения. Но больше всего детям, естественно, понравилась техника, а проблесковые маячки и сирена вызвали у ребят настоящий восторг. Вот внимательный мотор уже! Неделя безопасности совмещает в себе как полезные знания о правилах дорожного движения, так и развлекательные викторины на их проверку. Автоинспекторы акцию пообещали продолжать. Валерий Седов, телекомпания, город. Необычное событие произошло на сцене зала камерной музыки Рязанской областной филармонии. Московский хор Рожечников открыл фестиваль старинных музыкальных инструментов Международного форума древних городов. И Марина Романюк умилилась старинному звучанию. Артисты хора поют и играют на самых разных русских инструментах, гуслих, балалайках, гармонии, колесной лире, старинных ударных, даже на сельскохозяйственной косе. Но главный инструмент коллектива – пастуший рожок. Это исконно русский инструмент, который не имеет аналогов в мире. Игра на нем была распространена в середине 19 века во Владимирской, Ярославской и Костромской областях. Об этом рассказал участник и руководитель коллектива Олег Щукин. Звучание рожка, который еще называют пастушьей трубой, певучее и походит на человеческий голос. По высоте звука различаются три разновидности бас, полубасок и визгунок. Играть на рожке очень сложно, и чтобы научиться уверенно извлекать первые звуки, могут понадобиться годы. Так что профессиональных рожечников буквально можно пересчитать по пальцам. Да и купить рожок в обычном магазине вряд ли получится. Обычный инструмент заказывают у мастеров. В репертуаре хора рожечников более двухсот произведений от народных песен до композиций из оперы Иван Сусанин Михаила Глинки. Музыканты не играют по нотам, ведь у русских пастухов их не было, поэтому в музыке всегда много импровизации. В создании сценического облика хор также следует старинным традициям, поэтому костюмы только народные. Соответствующие головные уборы, пастушьи и кафтаны, армяки, из обуви, сапоги или лапти. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Рязанский театр драмы на большие гастроли, организованные Росконцертом, прибыла труппа Брянского театра имени Алексея Толстого. На суд рязанскому зрителю артисты представят пять спектаклей и один мюзикл для детей. Герман Гущин с премьера. На сцене Рязанского театра драмы старые знакомые. Брянский областной театр драмы и его большие гастроли. В репертуаре пять спектаклей и один мюзикл для детей. Маугли. Нам очень приятно, что сегодня мы открываем на сцене старейшего театра России гастроли Брянского областного театра драмы имени Алексея Константиновича Толстого, которому в этом году, в ноябре, исполнится 95 лет. Поэтому мы еще молоды по сравнению с вашим театром, но тем не менее нам очень приятно, что в афише, гастрольной афише мы постарались разнообразить и вот таким образом, чтобы удовлетворить максимальное количество и жителей Рязани, и гостей Рязани. Поминальную молитву Григория Горина показали одной из первых. Это история о людях и их обычаях, и испытаниях, которые выпадают им на жизненном пути. У повести еврейского классика Шалом Алейхима «Тевьи молочник», написанной в начале 20 века, судьба оказалась счастливой. Произведение давно разошлось на анекдоты, а затем трансформировалось в один из лучших мюзиклов мира «Скрипач на крыше», а позже в пьесу российского драматурга Григория Горина. Как считают организаторы праздника, брянские большие гастроли расширяют творческие границы между театрами и городами. А также привлекают новых зрителей. Рязанские поклонники Мельпомены в мир театра погрузились с большим удовольствием и встретили гостей с овациями. Театр мы посещаем часто. Сейчас у нас до начала театрального сезона по всей Рязани начался театральный сезон в музыкальном театре. А сегодня, сейчас уже в драмтеатре, мы ходили на бенефис Любовь Коршуновой. И сегодня посещаем гастроли Брянского театра. Драматически нечасто. А какие? Филармония. Филармония и все симфонические оркестры. А на Брянском театре первый раз? Да, первый раз. Раз в месяц. Стабильно? Стабильно. Иногда бывают перерывы, но в общем-то раз в месяц стараемся. А еще большие гастроли – это своеобразный бартер. Актеры нашего театра драмы уже в Брянске. Со своей творческой программой, включающей в себя несколько популярных рязанских спектаклей для всей семьи. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На этом у нас все, еще больше новостей. На нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!